приветствую вас друзья с вами Алексей Куробов и сегодня я запишу небольшое очередное видео с очередной стратегией стратегии игры на теннис стратегии игры на теннис live для тех стран для тех регионов где не запрещен на игра онлайн в России к сожалению она запрещена вот для этих моих зрителей я сегодня расскажу очередную стратегию прошу прощения за то что мои видео стали выходить крайне редко но то есть свои причины во первых уже там большая часть стратегии описано уже на моем блоге на моем канале во вторых как я говорил вот за лето планируется подготовить несколько интересных проектов связанных со ставками на спорт и там ближе к осени там конце августа начале сентября я вас наверное со всеми этими предложениями познакомлю сейчас над ними идет работа вот ну а значит возвращаясь к нашим теме сегодняшнего видео к той стратегии которую я хочу описать стратегию мы назовем тотал больше семь с половиной значит но для конкретизации мы возьмем тот больше семь с половиной в первом сайте принципе она играет на других сетах но для определенности возьмем первый сет и вот открыт у меня сайт статистики вот сегодняшний день 21 июля вот мы можем посмотреть уже достаточно много количество матчей закончилось что такое тотал больше семь с половиной для тех кто не до конца понимает этот счет должен быть больше чем 6 2 то есть 6 до плюс 2 это 8 то есть если игра в первом сайте закончилась со счетом больше чем 62 значит тотал больше семь с половиной зашел еще хочется сказать что стратегия не совсем для начинающих то есть но хотя бы немножко представлять как проходит теннисный поединок вот и в общем требует игра небольшого требует стратегия небольшого подбора матч и об этом я расскажу чуть ниже сейчас статистика вот сегодняшний день то есть вот тут вот меньше чем 62 вообще нет меньше чем 62 вообще нет меньше чем 62 вообще нет ты еще играют они ну вот есть в женском ты ну значит опять же лучше стратегии идет на мужском хотя на женском тоже работает вот из просмотренных вот на женском как мы видим в одном из поединка в год 60 крутим дальше 636364 636262 ну и так далее в общем тут можно крутить вот 61 но эта игра кстати говоря на ней мы как раз сегодня играли это вот как пример чё делать не надо об этом тоже чуть позже но в общем видите да вот еще одна и 61 вот в общем видите да что большинство игр первый сет мы сейчас только смотрели остальные не смотрелись большинство игр закончиваются с тоталом больше семь с половиной значит тут у меня тут есть скринчик сегодня по моей просьбе и под моим чутким руководством мы поиграли в кабинете жителя белоруссии как видите скрин этот из миксы конторы Бэтсити и вот на его кабинете нарушая ни в коем случае законы российской федерации мы поиграли постарались показать все возможные варианты использования этой стратегии вот на этом скрине нам это удалось вот а теперь значит то требования к матчу значит когда мы открываем линию линию до игры или линию в лайве уже но до того как игра началась если в этой линии есть ставка тотал семь с половиной больше мы эту линию тут же закрываем и на эту игру мы не ставим вот верхней части вот этого скрина специально было поставлено вот эти две ставки были сделаны на те игры в которых в стартовой линии была ставка тотал больше семь с половиной это говорит о том что букмекер подразумевает что такая ситуация меньше чем с половиной может случиться и вот забегая вперед вот в одной из игры в одной из игр которые вы видели в статистике и вот она у нас есть на скрине это таки и случилось то есть она закончился первый сет закончился еще на 6 1 и ставка тотал больше семь с половиной проиграла вот но еще раз эта ставка была в стартовой линии букмекера до начала игры и в этом случае она тоже была ежели такая ставка есть лучше бы на этом событии не играть вот играть надо как уже подчеркивалось в главе на событии где в стартовой линии нет ну вот эти вот эти две игры они удовлетворяли этим требованием где в стартовой линии нет такой ставки начинается там ставкой от восемь с половиной коэффициенты начинают букмекеры давать до игры но по ходу игры ежели первый гейм выигрывают фаворит и он начинает второй гейм также с набора очков появляется в линии ставка тотал больше семь с половиной с коэффициентом вот соответственно вот если первый из первые два гейма выиграл фаворит как вот это было в этом случае да то вот коэффициент уже 123 если таскать там идет середина второго гейма и очки выиграл фаворит только в цен будет вот примерно вот такой вот в принципе как бы как я уже говорил во первых не должно быть в стартовой линии ставки вот тут больше семь с половиной это очень косвенно говорить о том что букмекер считает что ну не совсем отстой алтсайдер то есть он может навязать игру и поэтому эту ставку изначально не дает вот значит соответственно вот такие вот коэффициенты как играть по стратегии выигравшую ставку играем лесенкой значит выигравшую ставку делаем в следующую игру базовой как вот здесь мы сделали да выигравшую ставку мы сделали стартовой в следующей игре и таким образом имея лесенку там три-четыре ступеньки пять ступенек в принципе за день можно не за день а там за час можно там сделать 10-15-20 процентов и на этом успокоиться это значительно быстрее и выгоднее чем ждать там результата какого-нибудь одного футбольного матча с значительно более низкой прибылью но теперь дальше по сути нашего эксперимента то есть как вы видите ставки сделанные на корректные начальные условия замечательным образом прошли никаких вопросов не возникло а потом мы взяли две игры специально нашли те игры на которых на старте уже была эта ставка вот мы ее сделали здесь вот видно здесь вот видно кстати говоря по началу игры да вот начало было 15-40 а ставка сделана было 15-56 здесь начало было ну то есть вот как я и говорил уже два гейма была сыграна счет был 2-0 в пользу фаворита и потом как бы только была сделана ставка поэтому коэффициент повыше здесь как видите между началом и моментом ставки прошло больше времени меньше времени и это говорит о том что была ставка сделана как раз вот в середине второго гейма когда фаворит выиграв первый гейм начинал набирать очки во втором коэффициент был примерно вот такой эти две ставки как вы видите были сделаны практически в момент начала игры то есть эти эти коэффициенты были стартовой линии и соответственно что мы видим в итоге значит вот некто сахаров практически вынес своего оппонента то есть там вообще в ноль там практически все-все-все-все геймы были дал он там напоследок при счете 5-0 дал он своему сопернику отыграть один гейм с тем чтобы не закрывать его в сухую и в итоге 61 закрыл то есть в принципе тут мы даже подстраховаться не успели потому что настолько молниеносные были эти события там эти очки просто как щелкали как щетчик в такси там щелк 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 то есть даже даже страховочную ставку встречную сделать не успели вот была значит вторая игра да мы играли более напряженно и дали нам страхануть по сути не свою у них как бы в их игре все шло так должно было идти несмотря на то что как бы вот семь с половиной было в стартовом в стартовой линии но вот эту вот ставку на этой игре мы страхануть не успели и поэтому пришлось брать страховочную уже на игре да но тут вообще была замечательная ситуация значит да тб 7 с половиной заходит это им 8 с половиной заходит с бешеным коэффициентом вот соответственно как видно по времени ставка бралась там где-то в середине в середине не в середине гейма где-то там в районе 3 4 на не 7 серединицы где-то в районе 3 4 гейма мы взяли ставку для когда для страховки вот этого проигрыша когда поняли что собственно говоря уже тут ловить нечего не вот эта страховочная ставка с таким коэффициентом компенсировала нам вот этот вот проигрыш то есть видите да 72 рубля здесь и 50 рублей здесь и то ну почти компенсировали даже чуть не хватило на был побольше ставочку сделать но неважно вот то есть о чем это говорит что в принципе ежели что-то пошло не так ежели вы сделали нормальную ставку и что-то пошло не так там если нет этого коэффициента в базовой линии это скорее всего вы нас это 60 не будет но и что-то пошло не так если играя уже идет там 20 там уже почти 30 то вы можете брать страховочную ставку встречную там но не обязательно до 8 с половиной можно взять тут меньше девять с половиной например да и не проиграть всю сумму вашей первоначальной ставки то есть понятно что здесь вот мы практически компенсировали свой проигрыш но рисковали рисковали значит соответственно ежели бы мы взяли там 10 тем 8 с половиной тем 9 с половиной коэффициент был бы пониже да мы бы меньше отыграли но отыграли бы большую часть своей первоначальной ставки то есть не сильно бы улетели в минус при такой вот некорректной постановки ставок изначально вот значит но немножко сумбурная на этом скрине попытался объяснить все возможные варианты развития событий стратегии интересные стратегии в принципе играет человек которому с которым мы писали это видео она понравилась он потом продолжил говоришь в принципе есть правильно корректно выбирать игры то у него там дальше все заходит не буду я там не просил я больше у скринов сделать ну собственно можете сами проверить на тема счете поиграетесь и не верите что это в реале играет вот все это я к чему и при правильном подборе стартовых условий матча стратегия играет стратегия рабочая очень мало времени занимает ставка ежели несмотря на на столь низкие коэффициенты ежели играть лесенкой то за время там одного футбольного матча там за два часа на теннисе этих ставок можно сделать десяток и на играть значительно большую сумму чем вы сделаете на одном футбольном матче а можно так сказать так долго не играть а там за час сделать там свои 15-20 процентов банку и спокойно идти дальше заниматься своими делами это пожалуй все что хотела сказать в этом видео всем спасибо за внимание с вами был алексей коробов следите за новостями на моем канале youtube следите за новостями на моем блоге лето у нас в самом разгаре работы у нас в самом разгаре к осени ожидайте интересных и новых предложений ну естественно новых видео по мере возникновения каких-то новых идей я буду здесь на публиковать те или иные стратегии на моем канале еще раз всем спасибо за внимание